Завод по глубокой переработке фуражного зерна станет производителем востребованного в животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве экологичного белкового кормового продукта. Пробекор-60 – это высокопитательный и высокоусвояемый кормовой белок. Технологии не имеют полноценных аналогов не только в России, но и в мире. К 2023 году планируем разместить еще два производственных модуля, и переработка будет составлять 150 тысяч тонн зерна в год, говорит генеральный директор предприятия «Ладосол Тамбов» Кирилл Лубенский. А пока выявить и устранить недочеты, наладить технологический процесс позволит стадия пилотной установки. Есть договоренность с предприятиями района, которые будут внедрять наш продукт и будут тестировать его уже на животных. Отладка технологического процесса идет без переработки зерна, с использованием глюкозы. На предприятии уже трудоустроено 11 специалистов. Всего здесь будут работать 47 человек. Глава города Уварова Владислав Денисов отметил. Впервые в постсоветском пространстве на территории города реализуется такой проект, сумм из которого более 2 миллиардов рублей. Это будет основной площадкой для развития экономики именно на территории бывшего химического завода. Создание индустриального парка, привлечение резидентов. Завод по глубокой переработке зерна – первенец индустриального парка Уварова. Также здесь находится предприятие по выпуску щебня и вскоре появится энергоцентр. Ведутся переговоры с несколькими инвесторами, которые хотели бы разместить свои производства на этой территории. Мы уверены, что продукт будет востребован, рассказал генеральный директор корпорации развития Тамбовской области Вячеслав Чуканов. Этот продукт является продуктом импортозамещения. Учитывая, что наша область активно развивается и является лидером в стране по производству, по животноводству, свиноводству, птицеводству, то мы не просто надеемся, а мы уверены, что он будет востребованным. И данная технология может применяться на любой территории, не только в Тамбовской области. Но эти предприятия могут строиться и в других регионах. Поэтому пилотный вот сегодня этот проект, который первый наш резидент Ладесол Тамбов делает в Государственном индустриальном парке Уварова, который был создан по инициативе Александра Валерьевича Никитина, мы видим, что это только начало промышленного такого развития, как на территории и города Уварова, и в целом Тамбовской области. В перспективе произведенную на предприятии продукции можно использовать для диетического питания. Для этого потребуются дополнительные исследования и научные разработки. Но предприятие готово развиваться и думать о будущем.